всем привет подкаст your design проект суровый веб веб наоборот правда все но неважно 247 выпук мы снова в эфире да всем привет всем привет всем кто соскучился всем кто забыл про нас всем кто забыл что меня зовут александр гончаров меня зовут никита тарасов но сегодня не об этом это правда об этом не придумал шутку замолвить и слова хотел вот это вот размотать как-то но не придумал говори ты знаешь я эти темы вот которые сегодня предоставлены нам на подкаст а может быть если вы знали то вообще подкаст он в основном на определенные темы с импровизации проходит да и соответственно вот эти темы я прочитал когда-то из благополучно забыл про каждую тему я надеюсь что я сегодня с помощью своего гениального мозга который может мат в три хода каспарову поставить и карпову буду вспоминать значит как что там я читал и может быть у нас даже что-то получится я сейчас скажу пока ты созванивался я перечитал я с 4 ил ах ты но мы не договаривались подготовлен что ну понятно первая тема кстати твоя а первая тема нет раз первая твоя значит нулевая моя пишите нам на work собака и веб-дизайн точка ру если вы хотите как-то интегрироваться в нашу ну в нашу самодеятельность или при роль при роль нутся немного это все возможно договорились или опироль или перорально принять наш подкаст из конечно и я могу сказать что кроме work собака веб-дизайн точка ру у нас впереди много всего интересного например первая тема первая тема ну ка яндекс добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в youtube и других сервисах в браузер здесь значит в статье хвалится хвалится они не только в статье они у себя в блоге хвалится яндекс что действительно они сделали технологию которая там умным 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 с каким-то мозгом я даже почитал чуть-чуть каким умным мозгом но у меня не настолько умный мозг как у яндекс браузера поэтому я все забыл но тем не менее технология есть уже в яндекс браузере можно пользоваться нажать на пулечку чтобы она вам обработала видос не то чтобы там знаете онлайн прям она займет какое-то время обработает видос и потом вам действительно прям в аудио вот этим вот яндекс алисы яндекс помощника вот их голосом женским и мужским дублированный перевод то есть там действительно интеллектуальная система понимает где тона голоса скажем так тембры и если басом то соответственно там будет мужской если сопрано будет исполнять то это будет женский соответственно алисы читать и значит это все вот должно работать прям замечательно говорят они и они там в натуре короче кроме этого много на чем поработали очень удобно особенно круто что они смотрят на субтитры у видоса если там есть действительно настоящие субтитры английские но сейчас пока только с английским работают английский русский соответственно пара если есть английские настоящие субтитры не автоматически сгенерированы то они переводят именно их и уже как бы озвучивают классный вот он еще да но если автоматически сгенерированы они это минуют и просто на ходу ну как бы не на ходу но думают перед этим а потом уже соответственно генерирует вот этот звуковой перевод кроме этого интеллектуальная система что еще может как я сказал пола полы может различать да и кроме этого там круто короче сделано знаете если кто-то играл в ведьмака или еще в другие игры локализованы где и пытается дорожка успеть за тем что сказал герой главный здесь как-то очень интеллектуально ну прям там расписали что она там что-то короче в паузы где у английского то есть английский же он покороче все-таки предложение мы знаем а русский великий могучий там толстой на нем писал достоевский чайковский вот все эти люди значит писали на великом могучем который на самом деле длиннее чем английский и соответственно вот там где пазде агисо вот где вот все это дерьмо америка вот это американщина вся эта где вот просто какой-то мусор изо рта идет у автора вот там могучим и великим с депричастными оборотами трехэтажными вставляется наш соответственно перевод и все это как-то грамотно помещается ну и где-то ускоряется где если уж совсем если уж совсем там было ес а у нас да конечно я согласен с вашей теорией дарвина вот тогда да конечно надо будет это как-то успеть сказать в общем много еще дополнительных мини решений которые можно почитать в блоге у яндекса соответственно где они хвалятся причем там так понебратски на ты практически видно что с программистами как бы на одном языке пытались общаться мне в блоге где они написали вообще как они там разрабатывали технологию и как чё ну и между прочим обещают еще конечно же другие пары добавлять то есть возможно мы сможем скоро переводить не только смотреть какие-нибудь французские видео какие-нибудь итальянские видео какие вот можно представить себе итальянские видео на ю тубе или какие-нибудь испанские может быть даже видео или на мексиканском рецепт пасты конечно конечно рецепт пасты можно будет узнать и прямо из первых рук переведенная яндекс браузер не адаптацию от сталика ханки шею на мангале паста на мангале баранина а реально оригинальный вариант конечно как тебе вообще вот такие технологии от яндекса вообще молодцы или не молодцы будешь пользоваться не будешь присматриваешься как-то тебе это зацепляет такие технологии хотел бы поработать я могу сказать почему меня зацепляет потому что мы то в офисе уже и пробовали я почему и воскликнул про субтитры потому что мы то в офисе пробовали смотреть всякие видосы по трейдингу через этот переводчик и там вообще не думает там ты только жмешь и сразу идет я думаю как так а теперь ты мне сказал возможно там были субтитры потому что там именно каналы миллионники у них сто пудово есть субтитры тем более что ну у них там работает штат людей как набили эти субтитры и он видимо по субтитрам шпарил потому что ты мне говоришь что он должен там подумать что-то это а тут реально не думаю просто одну кнопку жмешь и сразу тебе на чистейшком на чистейшем русском говорят и действительно там есть вот эти ускорения но я сразу понял почему ускорение потому что на английском коротко звучит на русском не коротко и там именно иногда а потом да там размере на графике числа там фибоначчи вот это все короче прикольная штука и прикольно а у кого из вас яндекс браузер там установлен в офисе или у всех поголовно да как тебе сказать есть у нас один тот человек который установил себе яндекс браузер для этого вот ну чё говорить я тоже на нем работал долгое время пока он не стал именно сильнее тормозить чем лиса чем лис поэтому я уж с него соскочил ну да работает только в яндекс браузере и работает охренительно ты говорил дублировано не на самом деле не дублировано закадровать то есть там слышно на задах английский а поверь ну его чуть-чуть приглушает и поверх тебе на чистом русском говорит евгений некий это шутка не знаю как его зовут этого я я затупил я о том что в смысле многоголосый двуголосый да да двухголосый перевод поверх именно по гобличу но тоже правильный перевод практически как у гоблича интересная интересная штука конечно но выйдет на новый уровень грамотность наших людей кстати 228 лайков статьи 228 это знак но в общем да это откроет для многих людей какие-то узко профессиональные узко специализированные штуки там как строить каркасные дома картонные которые потом ураган сдует и страну ос яндекс улетит жить не но подожди они пока не умеют переводить с с реднековского думаешь не переведут да конечно да вот именно им кстати даем вот какую-нибудь эрланщину какую-нибудь дай и что они думаешь переведут не это уже his brother-in-law со своим шури напоминаю вот тут как бы ну кстати переводом картинок батя у меня регулярно пользуется через официальное приложение яндекс на гейском телефоне то есть как бы в общем и в целом они молодцы свои технологии переводов двигают и это круто поэтому это я согласен это круто это реально же ну типа мало в каких странах такое есть а у нас вот в россии такая штука есть есть конечно еще второй вариант что те видосы которые мы запускали уже кто-то запускал по трейдингу и нам отдавали уже закэшированное говно то есть ну я я пытаюсь все понять почему у нас вообще никакой задержки не было ну либо там были субтитры может быть там какой-то очень легкий английский ну или да там для дебилов здесь палочка здесь крестик здесь огуречек вот вы миллиард заработали вот у вас на стакан это все поместите и растет сразу ну в общем хорошо мне интересно было я когда тебе эту тему предложил я по-моему тогда же это в офисе накинул а поскольку поскольку мы продлили себе отпуск как уже сказали в нашем пришел ссылка на пришел есть в описании в комментариях то это было уже два две недели назад и может две недели как тестили эту хрень так что вот да хорошо следующая тема странная знаешь почему потому что она просто про то что 24 сентября то есть уже неделю назад как мы записываем шоу короче будет было нинтендо директ но я знал что она это свершится то есть как бы ну я понимал я эту тему готовлю 23 или там ну 24 не 23 и ну то есть я знал я это готовил в 10 вечера я точно знал что мы это не успеем записать я ожидал что ты мне просто скажешь чё там как там и так далее я честно говоря не готовый немножко даже не в том смысле что я не знаю чё там а в этом смысле есть но по-моему там ничего не было такого там что-то облизывались на свои детские игрульки нинтендо бой так называемые но каких-то диких свершений что там но что я знаю что перенесли зельду на 2022 или она уже была на 2022 которая будет breath of the wild продолжение короче что еще ну я не знаю там может быть они новые я видел еще новость про то что они конкретно консоли улучшат и будет улучшенная версия новая выйдет как то есть нинтендо свитч просто с новым железом это я тоже видел вот а остальные всякие сплатуны где там надо плеваться говном каком-то зеленого цвета или какие-нибудь там майо майо какой-нибудь гроулинг на концерте киша мне не очень интересует это если честно хотя это достаточно достойные игры там есть всякие метроиды какие-то там новые которые тоже все ждут короче какие-то там еще кирби розовая сопля ходит и со всеми здоровается кирби причем всегда был да но естественно там постоянно выходят всякие новые части которые естественно покупаются не менее чем за 5000 рублей в нинтендо е-шопе поэтому да да там все есть там все есть к сальване классика наборы я просто twitter если честно открыл нинтендо of america и смотрю что тут есть но это уже конечно старые новости а так в целом ничего такого диск элизиум если кто-то может быть любит какие-нибудь рпг поиграть так там же куча текста а в маленьком экране в замочной скважине его еще хуже видно я не знаю кстати как вот это тоже да с другой стороны хорошо можно хотя бы на это смотреть спокойненько на диванчике а не пялить глаза как я в мониторку что в стиме куплено за 300 рублей они за 5000 опять же в нинтендо е-шопе но хотя бы читабельно потому что на натуре как там на свече может быть они предполагают что ты включишь в телек и будешь на телеке читать но тоже не очень удобно поэтому не знаю хотя определенный хайп по этому поводу был конечно слышишь хайп первый который с 11 ноября на свече выходят а так это твоя аудитория получается да я просто зашел именно на нинтендо.ru слэш нинтендо директ слэш нинтендо директ слэш нинтендо директ 198 557 html и там именно представленные игры и и нинтендо 64 какой-то этот 16 битная классика ну короче говоря в этом в онлайн магазине видимо появилась или что-то типа того ну да да короче прикольно прикольно я за счет я хочу зацепить сейчас вот того одного слушателя который слушает и шоу тоже в месяц пришел наверняка он как-нибудь задействован у нас есть люди которые любят нинтендо и может быть он нам сейчас выдаст что мы ничего не понимаем и вышло то 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 но такого наверное не будет а если будет то это конечно ценный будет комментарий я предлагаю закрепить подудю потом в закрепленном комментарии обязательно будем чего-нибудь ныряем да наверняка они вперед вперед так вот мне единственное что в нинтендо нравится то что я сейчас могу свою консоль наверное тысяч за 50 продать с определенными изменениями цен и с определенным дефицитом на различные консоли в том числе на свечи и мне кажется то что я покупал за 20 тысяч и по скидке потому что я купил тебе подарком мелкую консоль из-за этого за 18 тысяч с какими-то бонусами из днс и совсем совсем дерьмом за ноль купил я могу сейчас мне кажется золотиться на этом все знаешь если в колбасу перевести то колбасы ты все равно эти деньги на колбасы столько же ну ладно согласен согласен ладно в колбасу не будем нинтендо переводить где нинтендо где колбаса сплатун 3 байонета 3 кирби and the forgot land а также масштабное дополнение монстр хантер rise называется сандрек но это японщина все это японские игры конечно которые все думал там славянские игры какие-то будут ну кроме которого первое ну диска и лизим ну да ну круто круто интересно будем ждать закрепленный комментарий от супер нинтендо или от нинтендо 64 дальше моя темка про джениус ну-ка скажи-ка я вижу банданыч да да я тоже хотел сказать что ее банданыч принес я уже забыл что есть такой персонаж но он напоминаю научпоп проповедую в храме науки научпоп новость типичная компания джениус скорее всего уйдет с российского рынка если кто-то еще помнит такого производителя периферии как джениус то они все у них господи с 15 процентов до 3 процентов доля их бренда снизилась на рынке периферии поскольку компания не выдержал конкуренции с другими производителями в частности logitech слушай а ты не считаешь что это связанные вещи с тем что сейчас вот доширак приостанавливается ненадолгое производство а потом снова начнет может быть это одна и та же компания и с топливным кризисом в брекзите господи в великобритании я тоже это связано это все звенья одной цепи так-то да звенья одной колбасы это как знаешь было сейчас отписки пойдут была картинка я не помню ее скинул вчера или нет но сейчас я тебе скину сек по поводу того что там стоят нефтяные вышки с подписью нефть так и под землей такие типа черные места но эти типа что нефть качают ну короче вот смотри и я это скинул банану на монтаж вижу вижу чтобы он это вот вот это также все звенья одной цепи по поводу того что нету дефицит точнее джениусов и так далее вот ну и здесь куча сухих цифр типа что там в мвидео там продали короче давай так коротко рынок периферии растет в общем серьезно да стала покупать больше мышек клавиатур светящихся ковриков прочего нет смысле то есть ты имеешь ввиду с колен встали что ли ну как тебе сказать также наблюдаются резкие всплески спроса на оборудование для видеоконференций то есть как бы все в общем и в целом такое закупают везде по всяким там тендерам не тендерам и тогда да и просто сейчас уже скоро уже как микроволновка можно будет клавиатуры и мышки подключать и собственно надо будет хоть какие-то за 200 рублей купить для этого вот поэтому в общем и в целом такой прям рост есть но но по аналитике сергея вильянова небезызвестно а он между прочим аналитик акселератора fintech lab lab или lab может он акселерат еще судя по нему да так вот по его словам именно господи растет рынок крутых мышек и клавиатур а джениус всегда делали говно я думал наоборот спрос знаешь на говно потому что она же дешево видишь на рынке говна defender и оклик вышли потому что они делают красивое говно а джениус все еще делали некрасивое говно поэтому их с рынка говна их вытеснили а не говно они не делали на него вне там лоджитек вот я демонстрирую мышь mx мастер 3 которую нам присылали из компании logitech прямиком да спасибо демонстрирую придурок спасибо а джениус не прислали поэтому это все опять же звенья одной цепи так вот лоджитековская мышка гениально она очень долго держит заряд и вот это вот переключение я тебе рассказывал между несколькими устройствами когда ты именно чем причем я ее сейчас двигаю а у меня скролится потому что тут колесико то такое железное на центре тяжести я его двигаю просто тыркая мышкой вот так в руках я скроллю страницу это только в хороших штуках такое возможно штуках блин кто-то подумает что у нас промо все таки здесь это сейчас уже просто потому что нравится поэтому джениус чуваки помянем как говорится свечка и похуй подпись хотя у меня были колонки джениус когда-то так что помянуть все таки меня мышки тоже были на был и в институте у нас были конечно там все еще там там они до сих пор работают да шариковые еще возможно и снижение их рынка случилось из-за того что массово перешли с шариковых ручек хотел сказать мышек на с роликовых на гелевые да на гелевые на перьевые поэтому собственно и они не смогли подстроиться под такое стремительное изменение рынка и да следующая тема следующая тема а кстати ну да ты вот скажи кроме колонок с чем у тебя компания джениус еще ассоциируется ну максимально плотно с колонками точно компьютерными у меня была мышка по моему и возможно клавиатура я точно не помню но это было совсем давно когда у меня еще дискеты были большими а мы маленькие после этого я часто лоджитеком стал пользоваться и в основном джитеком и все мышки опять же без промо мышки от 100 рублей там но не отста но вы понимаете от самой дешевая мышка лоджитековская и до самой дорогой они всегда работают так как надо вот именно поэтому а у меня с джениусами ассоциируется именно наш институт я туда еще воскресную школу ходил и тогда там тоже были и колонки и мышки эти джениус и мы в них в контру в кваку играть именно в кваку поэтому по тендерам закуплены помянем следующая тема пользователи рутрекер собрали более двух миллионов рублей на жесткие диски для хранения редких раздач охренительная тема мне прям я кайфанул с нее объясню почему во первых есть такая группа хранителей на рутрекере чтобы ты знал это чуваки к сожалению а ладно я думал это музыкальная группа но и нет именно группа но там короче есть я как на форумах юзеры и с плашками вот есть юзеры с плашками хранители это чуваки которые палят редкие раздачи и встают и сидируют их чтобы не потерялось так вот и а я не знаю как они там выравнивают по редкости и про и думают что им нравится но суть в том что они грубо говоря себе жесткие диски этим засирают и вот концу декабря двадцатого года то есть почти год назад 2470 терабайт уже хранители хранили это полтора миллиона раздач просто тупо вот на самом деле на самом деле я выкладывал на рутрекер какие-то редкие раздачи которых не было там вообще я не помню почему они у меня вообще были типа саундтрека кастелвайне в каком-то там редком рипе который я откуда-то там с rapid шары скачал вот что-то вот такого плана все это прямо яркий представитель вот то чё хранители должны хранить потому что это что-то типа x ну вот я зачитаю цитату такие раздачи не особо востребованы из-за старости узкой направленности или большого объема но представляют историческую и практическую ценность специализированным программное обеспечение старые версии по образы игр для ныне не актуальных консолей также альтернативные раздачи медиафайлов и тому подобное то есть какие-то именно эксклюзив очки ну какие ну я не сомневаюсь что тут будут хранить рипы винилов по 5 гигов хотя их их просто сидируют аудиофилы там им даже и помогать не надо а именно вот какие-то что-то вот мне теперь даже интересно что же я такое что же у меня там за раздачи то такие были я помню что я именно выкладывал и там когда еще начисляли баллы мне именно начисляли баллы за уникальность за то что мои раздачи уникальные ни хрена себе ты из этих что ли который типа раздал 10 терабайт на да да я тогда был из этих вот но неважно вот короче группа хранитель и вот они в конце декабря взмолились что типа чуваки раздачи по продолжают пропадать а как они продолжают пропадать изначальный сидера пропал и все есть только упоминание о том какие файлы были в раздаче вот он пишет я думал ты подкаст записал это шутки про хохлов это из подкаста как раз чтобы потом тебе проще было под монтировать сейчас пишем сейчас на стопуду кинет какого-нибудь котика которого гладят или там это ему грудку чешут ты что-то просчитываешь уже нашего монтажера он любит просто гифки с котами так что да так вот возвращаемся к этому они взмолились что он написал что типа полный отстой надо денег чтобы еще жесткие диски закупать и чтобы не пропадали раздачи вот на сайте складчик а сайт складчик поцелуй никиту от меня так вот на сайте складчик это их же рутрекерная семья то есть у них даже дизайн подобный там сборы на всякие курсы там собирают и так далее там типа супер какой-нибудь марафон желание чтобы не 50 кассиков за него отдать а 500 рублей или полторы тысячи на всех так сказать вот там же собирали именно ну на поддержку хранителей собрали 2 миллиона соответственно это потратили еще там насколько-то до хрена терабайт 600-800 терабайт и вот короче чуваки делают крутое дело это первая причина по которой мне понравилась эта темка это потому что на полном серьезе я прям словил теплые воспоминания а вот о чем-то когда реально что-то было еще эксклюзивное в интернете но она кстати остается все еще эксклюзивным как знаешь вот реально я сейчас иногда захожу там вот я играл раньше в игру пираты карибского моря да про кораблики пиратов там и так далее ее еще корсары 2 изначально называли потом они с диснеем заколлаборировали сделали это пираты карибского моря на нее вышел фанатский аддон возвращение морской легенды сокращенно в мл я в него супер до хрена играл потом эта студия разработчиков с акелой задружилась и издали свою игру уже на движке третьих корсаров просто корсары возвращение легенды ну там они еще пару игры сдали сейчас они все уже работают просто на работах и говорят типа чуваки если хотите ну мы с тобой это обсуждали когда были темы про корсары типа если хотите чтобы мы что-нибудь создали надо реально бабло потому что мы уже все семьями с детьми и так далее просто что-то делать за идею уже не готово примерно как мы с подкастом только еще хуже так вот возвращение морской легенды у них есть сайт какой-то типа seaworld.ru и у них там соответственно хостинг на этом хостинге все еще хранятся эти моды их можно скачать я в какой-то момент сидел и думал по этому мему с думающим динозавром что типа блин а вот они сейчас возьмут не заплатят за хостинг и где этот мод будет взять а реально до сих пор у них на форуме же по хп бэбэшном которые у них же там на этом хостинге все еще обсуждают там прохождение какие-то пасхалки там туда-сюда то есть еще кипит жизнь типа еще в это играют чуть-чуть даже в стиме там где в пираты карибского моря можно купить все еще или не в стиме там в гоге где-то там на форумах стима и гога написано как этот аддон запустить там и так далее где скачать там какие-то зеркала есть на депозит файл но вот условно если завтра и форум этот закроется и зеркало все не поиграть будет грубо говоря хотя одну это прикольно почему бы нет там реально они охренительно сбалансированную сделали игру вот я подумал вот кстати ну а почему такие вещи гог например не отыскивает мне кажется для них это было бы золото ну не то что золотая жила нет модов например на первую готику есть дохрена классных модов которые типа вот там были интервью разработчиков что мы бы вот хотели добавить там вот эту локацию есть в кодах там что вот мы начали ее добавлять и короче есть чуваки которые находят это в кодах и реально добавляют но чуть-чуть от себя придумывают потому что ну там не прописаны все диалоги и так далее но типа они расширяют игру тем что и так было на уме у пираний это называется обычно какой-нибудь restoration мод restoration project типа проект восстановления игры ну потому что реально восстанавливают то что и так задумывалось типа вот вот и вот даже такого в гоге нет а ты говоришь просто про какие-то фанатские там моды и так далее я согласен что надо бы как бы бы но видимо это все вопросы правообладение там и прочего говна обладание простите правообладение вот то есть меня прям зацепило из-за того что я словил вот этот воспоминание что-то такое представишь патчи для ксенуса скоро нигде нельзя будет скачать все не поиграть потому что стоковая версия в нее нельзя просто играть запускаешь машину все жители умирают вокруг это классика вот а второе чем не понравилось здесь написали что с 18 года оказывается есть хрень что можно себе сгенерить персональное зеркало рутрекера и не просить друга vpn включать каждый раз уже три года такое есть я даже не знал но это в смысле это только для захода да я не знаю ну а чё тебе кроме захода надо качать то можно без vpn ну через сам там торрент клиент мне рассказывал я сам не в курсе но для захода да также кстати для кинопаба кстати кинопаб все в смысле что апку для ios им заблочили именно акк разработчика а это то да акк разработчика вшит в билд и они не могут теперь этот билд распространять а из билда в билд нельзя перенести экраны то есть по факту им апку с нуля надо сейчас писать и нет ну как бы нету подтверждения что ее заново не заблокируют поэтому ну хрен с ней сапкой мне главное чтобы на телеке работал ну лишь на андроидах да на телеке на apple tv тоже уже не особо работает там через подмену dns говна но я думаю и это додушат в какой-то момент то есть ios ios и tv os идут нахрен медленно может быть на андроиде тоже доберутся но короче это грустно и я жду что они что-то прям это как в кино в конце концов они хоп и выжили и спасли всех конечно это же это прям лучше вообще не понимаю что может быть лучше чем это и я не имею ввиду что они загибаются а наоборот сами они но мне друг рассказывал что у него где-то дней 30 осталось подписки я теперь буду посматривать вот у меня у друга 20 осталось я тоже думаю что делать теперь ладно все работает что уже сейчас вот установлено но реально там через какие-то дни все в тыкву превратиться уже везде и и будет прям грустно наверно другу не надо оплачивать на долгий срок вот да на полгода теперь можно не оплачивать а как-то там ну под подумывать о том чё и как но хотя опять же твой то друг на андроиде поэтому может быть там мой друг подольше мой мой может быть поживет еще но тоже знаешь вот с этими гонениями слушай там конечно не такие большие деньги может быть именно мой регулярный следующий платеж на полгода и сделает и покажет им что еще есть люди которых в устройствах только айос а все равно оплачивают хотя не могут пользоваться и это другого блин будем делать выпутаемся из этой истории спасать спасем свои задницы по американцам ну и все что посмотрим что на что тебя натолкнула эта новость я хочу чтобы ты тоже какую-то эмоцию поймал да подарила тебе эта новость эмоции как бмв или нет слушай мне подарила что они там что-то вошкаются и еще и самое главное что люди на это собирают то есть знаешь друзья вообще пользуются такими сервисами как рутрекер постоянно и это для тех или иных задач и поэтому знаешь то что люди собирают на это бабки то есть видно что не только друзья но и друзья друзей интересно и друзья 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 вот это 16 года уже вечная блокировка на них действует они уже пять лет живут просто в изоляции к ним ходят уже только друзья сами люди уже не ходят только друзья этих людей и они на одних друзьях понимаешь выезжают вообще еще денег собирают это это гордо мне гордо за людей за друзей людей точнее и заглав реда тяжурного который не побоялся об этом написать еще про запрещенное практически говно но давай теперь о незапрещенном а наоборот о разрешенном самом разрешенном чем можно поговорить это конечно же хостинги смарт-тейп наверняка в 2021 году у вас все еще есть вопрос а какой же все-таки лучше ходить так много этих хостингов что взять какой взять чуть что мы вам рекомендуем смарт-тейп смарт-тейп это хостинг которым мы пользуемся очень давно еще до блокировки не то что рот-трекера еще до вообще когда интернет был самым свободным таким самым непонятно там в общем не было всяких ненавистных там пиндосов и прочих короче все жили в мире там и так далее и мы с этого момента и смарт-тейп переживала различные времена но во все времена он себя отлично показывал поэтому мы вам рекомендуем просто посмотреть на хостинг смарт-тейп просто попробовать его то он копейки стоят сущее да я собираюсь you work.ru хостился на смарт-тейпе то мой вопрос вот этот а вдруг у них хостинг закончится он бы просто не встал потому что но он хостинг по цене хлеба я бы даже сказал конечно а иногда и дешевле по цене зрелище иногда даже поэтому зайдите пожалуйста на you design.ru там есть реферал очка конечно вы от этого ничего не теряете только приобретаете собственно отличный хостинг а мы соответственно приобретаем реферал очку как говорит димон с гитарных историй заходите с моим промо-кодом вам бесплатно а вам схем 7 процентов скидка мне плюхи капают вот нам плюхи капают опять же переходим дальше дальше у нас между прочим разработка зубодробуха практически ну давай блин нифига смотри там сердечко в сайт баре видишь вижу и это короче как хлопочки в медиуме только еще и со звуком натуре пукает вот так и набирается сердечек я отсыпал в максимальное количество сердечек прикольно статья о том как делать красивые теньки все с с хоть это и зубодробуха но мы не будем зубовом дробить у меня кстати в отпуске скололся зуб один передний нижний блин а ты там по ходу чем-то по разработке щедос видос я сколол об них просто зуб единичка нижняя справа ужас надо идти восстанавливать но кстати не болит ничего нигде то есть я сколол именно какую-то мертвую же часть как я весь внутри мне кажется да я об этом хотел сказать а вот смотри вводные видишь типичная тень и оптимизированная тень какая тебе больше нравится ну наверное оптимизированная все таки ну согласен как-то когда там вообще было написано классная тень и ты такой не мне типичную нравится классное говно да ты знаешь я задумался если честно то есть я бы не сказал что так очевидно этот вопрос на типичной тени ну реально видно что здесь тень сделана нарочито немножко вот просто было задание сделать тень сделали тень она оптимизированной тени все-таки так не нарочито ну смотри здесь есть конкретно вот именно на этой картинке есть две два различия первое это грубо говоря тень ну нарочитости тени давай пусть так скажем а второй это цвет тени если обратишь внимание слева серый а справа под цвет подложки а в натуре то есть она типа розовенько темненько да 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 фиолетовенько темненько да так вот нарочитость определяется слоями на самом деле тень справа она пятислойная там пять теней так вот это я сразу тлд рочку дал теперь как во первых что такое тень тень это показание того насколько какой-то объект ближе к нам то есть чем тень расплывчите тем объект ближе к нам то есть если ты на следующей демке ползунок ревел покрутишь то наглядно видно что означает тень вижу да то есть чем тень жирнее тем совсем чуть-чуть приподнят объект потому что сразу от него идет тень ничего не рассеивается и как бы но она жирненькая а если тень расплывчат это значит источник света ближе ну да логично все по законам физики вот и короче говоря когда проектируете теньки на странице первое что нужно преследовать это выбрать источник света 1 это как бы умозрительное заключение один источник света если мы перенесемся на css непосредственно и на математику соотношение между x и y смещением должно быть одинаково ну например 16 к 9 то есть если у тебя вертикальный offset 9 а горизонтальный 16 а у другой элемент у тебя на самом деле ближе чуть-чуть к точнее дальше от источника света то ты делаешь 8 к 4 с половиной то есть соотношение между этими двумя цифрами одинаково как 16 к 9 но сами значения могут быть разные то есть глубина теньки может быть разная но главное чтобы обе были 16 к 9 тогда будет ощущение что все элементы на странице тянется от одного источника света я понял так знаешь я быстренько вклинюсь но это прям как будто это просто какие-то основы знаешь материал дизайна гугловского ну я согласен но google просто первые кто об этом реально задумался и вот как то сделали я не готов ответить у гугла подстраивается ли тенька под цвет да мне кажется нихрена у них не подстраивается но я кстати не знаю все еще ли они соблюдают свой материал дизайн это с другой стороны но та самая идея о которой может быть кто-то не знает материал дизайн гугловский идея в том что все у вас лежит на бумаге скажем так ну или просто на столе неважно все вот эти формочки кнопочки и так далее и каждая лежит примерно на каком-то ну на какой-то высоте соответственно то есть естественно если вы положите даже если вы самую миллимиллиметровую бумагу положите на стол она конечно же будет над ним возвышаться чуть-чуть мы сами понимаем и поэтому и давать разную тень соответственно конечно конечно вот тут это прям вот для них или для нас для вас уважаемые слушатели и зрители сейчас должна быть гифка где ефремыч поворачивается ой за стол приглашают вот мы слушатели и зрители также приглашаем за ссс стол наш думаешь он ой да кричит просто я каждый раз другое вижу на этой гифке смысле я думаю он именно ой и типа такой кто о кто пришел а ты давай еще раз посмотри на него мне кажется он хуй кричит а ну нет нет это же просто я-то видел даже этот фрагмент именно со звуком а ну ладно это даже видел фрагмент со звуком тогда не о чем с тобой разговаривать ты бы так сказал сразу ну слушай я кажется я же сказал кажется как будто в каком-то из обзоре бэд комедия на а я смотрел у него один или два он это использовал именно вот эту же гифку также обрезанную только со звуком вот но не важно напишите в комментариях вы то все дети ютюба вы точно знаете в каком обзоре бэд комедия на какой секунде вас ночью разбуди вы мне это скажете я думаю придется еще банану гифку встрою я ему тоже скинул как раз чтобы все все четко а я же теперь захватываю эксплитом только броузер а параллельно я могу хоть сто телек открыть и в них писать и никто это не увидит я захватываю только один экран гениально мы потому что мы в семь лет подкастинге надо уже учиться захватывать только нужное окно так вот короче как мы делаем elevation то есть при поднимании на самом деле кажется что радиус блюра только нужен но нет еще нужно прозрачность чем ниже к объект короче чем ниже приподнят тем тень чернее темнее на самом деле если мы просто черную тень будем увеличивать радиус будет ощущается что мы не поднимаем саму хрень а мы под под подвигаем источник света к ней будет черная огромная тень а нам надо чтобы она была огромная но менее черная потому что расстояние до источника света сокращается в сторону источника света вот а само это пространство на которой отбрасывается тень стоит стоит на месте то есть мы увеличиваем блюр у теньки и опэсити накидываем меньше то есть чем дальше тем меньше опэсити если мы поднимаем на километр опэсити 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 получается тени почти нет типа ну и радиус тени гигантский становится ну настолько гигантский что практически его и незаметно вот это первый трик второй трик это собственно слои если пятислойную тень накидывать то она менее нарочитая получается ну вот дальше у нас где лейеринг после скрина из блендера первый кусочек кода первая демка это как раз традиционная тень из слоистая тень из пяти кусков но в данном случае из шести нет из пяти плохо считаю ну и меняют offset но с одним и тем же соотношением 1 1 2 2 4 4 8 8 16 16 получается очень мягкая тень в отличие от левого примера где просто 6 на 6 смещение вот ну и третье как я уже говорил это ну здесь пишут что чем больше слоев тем сложнее броузеру пересчитывать это поэтому анимировать слоистую тень надо только если слоев мало и вообще подумайте об этом у вас на быстрых компьютерах будет хорошо работать она не быстрых не очень хорошо здесь есть ссылки на демки где можно прям поиграться с разными скоростями там слоями и так далее посмотреть как это выглядит и как это лагать начинает поэтому перейдите если вам интересно вот и третий трик это цвет должно должен цвет совпадать с бэкграунда причем не трудно догадаться что если взять просто цвет бэкграунда то будет ярко очень хорошо будет суммироваться грубо говоря через hsl накладывать у тебя будет синий плюс синий будет супер темно-синий будет казаться что это не тень не тенька свечение здесь дальше есть такая демка видишь да вот это полный отстой надо делать чтобы была все-таки тенька поэтому надо немножечко смещать цвет точнее сатурацию уменьшать через hsl с это сатурация уменьшать сатурацию насыщенность чтобы он все-таки си серии чуть-чуть чтобы он был не серый но и не цветной и тогда будет нечто серое свет средне между серым и цветным такой цветно-серый и вот это и есть идеальная тень для вот такой хреновины вот это соотношение он здесь пишет что его математически практически нельзя высчитать это всегда на интуиции это всегда видение дизайнерское должно быть вот и соответственно ну как мы уже и сказали первое это источник света то есть соотношение теней между всеми объектами одинаково чтобы реальны второе это слои плюс ну второе это элевейшн короче отдаление туда-сюда ну и слои чтобы мягче было и третий этот цвет чтобы был как бы цвет тот самый но немножко размытый как будто его застирали застиранная футболка что получилось я кстати хотел сказать что на самом деле почему не то чтобы почему раньше не догадались но это же достаточно очевидно если вы посмотрите даже на свою тень например будете стоять в коридоре и будете отбрасывать тень на стену то действительно тень она немножко в несколько слоев размывается они просто делается так как делают вот топорную теньку плюс она имеет цвет стены соответственно то есть у вас же тень на стену падает и как бы здесь написано полностью физически ну вообще физически как это выглядит и соответственно почему раньше до этого не додумались то есть это же именно так и работает вот так что чуваки прям знаешь они просто думали физики почитали и блин а вообще-то css нам позволяет причем уже давно позволял свойству box shadows миллиард лет поэтому как бы но да я помню это я еще даже писал вот и сам и хрена села когда было в 95 так вот здесь дальше еще у него бонус о том что мы как бы здесь все демки были бокс шедоу и потому что все контейнеры были там квадратные или условно квадратные да с закруглением сбор до радиуса на самом деле если форма сложная типа как вот этот призрачек который был из блендера соответственно не будет теньки будет такой как бы квадрат и тень от квадрата вместо теньки от призрака ты можешь проскаролировать там почти к предпоследней демке короче и нажать бокс шедоу снизу чтобы понять а зрители посмотрят а слушатели просто представьте если юзать с видишь шный фильтр дроп шедоу то он по контуру во первых у него блюр немного другой просто алгоритм банально другой гауссового блюра гауссового свечи гауссовый блюр он немножко другой чем сесесный блюр вот но кроме этого он контур повторяя то есть можно именно сделать чтобы от вот этого призрачка равномерно стороны разносилась они сначала его вписывали в прямоугольник от прямоугольника уже тень поэтому это это важно знать ну понятно что свечи фильтр не поддерживать 6 и и поэтому для вас троих слушателей которые его используют у меня плохие новости что в нем и youtube не работает поэтому вы слушатели скорее всего ну реально мне кажется сейчас 6 е зайти в youtube будет сказано скачайте google chrome до 100 процентов ты чё вот причем опять же еще одна быстрая подсказка в отличие от box shadow фильтр свойства свечи на оно ускоряется видяшечкой и возможно в хроме по крайней мере если написано и также возможно в других браузерах но он ну по по наведению на звездочку он написал что в firefox и точно в safari хз именно хз вот поэтому если устанавливаем will change transform то в сафари еще не будет гличевать и будет все хардварно ускорено и классно поэтому присмотритесь к дроп шедоу фильтру в том числе кстати проблема в том что вот например из фигмы когда экспортируешь теньки там везде бокс шедоу но собственно синтаксис то у них одинаковый поэтому ничего не стоит поменять ну как бы плюс минус это надо через фильтр писать они просто как свойства бокс шедоу двоеточие но в общем и в целом сами пикселики они одинаковые поэтому присмотритесь к этому переходим дальше если у вас еще остались целые зубы то мы вам расскажем про зернистые градиенты очень классная штука мне прям нравится как выглядит но ретро вейв такой кстати вдруг тебе есть что сказать про тени хотя ты и так уже сказал что это как в жизни конечно конечно не мне понравилась статья и вообще понравилось мне нравится что люди все-таки доходят уже все больше и больше именно все сессии и в вообще в принципе в программирование в веб-дизайне до того чтобы это было максимально жизненно ну это да это прям как пытаюсь как-то сказать именно не то что это с кивоморфизм а просто это жизнь ориентит конечно собственно грейни градиенты которые сейчас будут пошарпаны тоже достаточно жизненная история такая жизнь у тебя если это у тебя жизнь история бетон напоминает честно скажу да какой-то такой асфальто бетон вот выглядит это вот так все здесь сразу две иллюстрации в самом начале это уже статья css-3x предыдущего с джош w ком и эй ю это видимо фамилия какая-то такая вот видно стало что есть такие градиентные везде зернистые точнее градиенты и даже вот когда на панельке просто на панельном здании там девятиэтажным десятиэтажным бог закрашивает какие-нибудь граффити он на самом деле примерно так же выглядит потому что почти все бока у плит они покрыты такой крошкой ну типа она более защищенная чем был бы лысый бетон и соответственно как-то вот так подобно и выглядит не находишь да это потертый граффити реально я так хотел сказать ну вот охренительно я словил твою мысль как это делается берется свечи подложка причем ну как бы это не свечи файл сгенерированный что там какой-то path или что-то такое это через свечи фильтр делается но из фильтр и вот f и турбаленс элемент в него всовывается здесь видно на демке я показываю слушатели просто представьте свечи в нем так фильтр в нем f и турбаленс ну это все в ректангл вписанном же фильтр он описывается и потом применяется уже каким-то примитивом которые типа патрект там circle текст и так далее вот и на них сверху накидывается css на градиент любой формы полупрозрачный ну собственно ну да градиент от цветного к прозрачному rgb ашный так скажем все и получается такой классный градиент при этом вот этот f и турбаленс шум так скажем он дает всякие прикольные артефакты то есть он то розовый то зеленый при приближении и когда на него накладывается градиент оно как бы сквозь цвет еще такое получается ну и короче выглядит как жиза как реально какой-то бетон непонятная какая-то такая штука вот и собственно я практически все уже и сказал то есть первое это берем фильтр асфиджишный второе накидываем градиент сверху третье это нужно бустануть яркости контраст а вот соответственно сейчас я долистаю вот тут я да тоже через фильтр бэкграунд фильтр контраст и брайт нас накидываешь 170 процентов там и тысячи она супер ярким таким становится вот и ты как бы уже можешь непосредственно это ну опять же в зависимости от того от своего художественного замысла ну ты варьируешь это все на интуиции нету никакой формулы как это делать вот что-то сильно ярче на чем ты хочешь сделать упор например там пламя от сигареты ну хотя здесь пламя не сильно есть здесь шапка у него это ярче чем пламя вот ну тут где цветы тут вот он решил на желтом на фуксии сконцентрироваться как так это прям прикольно выглядит вот и четверто blend градиент есть css blend моды это именно наложение к это несколько градиентов накладываешь и они по фотошопу не просто перекрывают друг друга смешиваются они смешиваются именно по по законам простите смешивания простите за от автологию я имею ввиду и в данном случае есть еще используется еще для того чтобы какие-то куски были яркими ну допустим он накидывает overlay здесь overlay накидывает и делает mix blend mode multiply то есть смешивает с синим но когда градиент когда overlay накидывается сверху все что находится под ним оно как будто бы за шторкой такой но есть css свойства айсолейшн оказывается я узнал только из этой статьи и даже уже попробовал и реально работает который думал это у джо дивизион и вот да должен был оттуда узнать но они что-то не сказали что все сс также поэтому вот айсолейшн со значением айсолейт которая это это гениально я сто миллиардов раз использовал overlay и каждый раз мне какой-то другой элемент приходилось выдирать и делать у него z-индекс выше чтобы он не попадал под оверлей а тут можно сделать айсолейшн айсолейт чтобы он именно контент который внутри этого контейнера которому ты применил вытащил как бы из под оверлея и он был именно яркий классный и так далее и отсюда ну тут очевидно какие собственно художественные замыслы можно добавлять то есть тени и свет с зернистостью можно делать ну кроме очевидно ну здесь сначала свет типа мун лид как луна освещает потом вот тень грейни шедов что тень как будто тоже от какого-то такого источника который вокруг супер ночь а вот тут один источник и вот он так зернисто собственно и тень оставляет от такого этого голографик фойл это что голографическую хрень которую ты двигаешь он проявляется в разных моментах по-разному тоже именно зернисто я не знаю где такое в браузерах ну в интернете как-то так сделать на страницах вот но и непосредственный просто дизайнерский что-то выделить что-то как-то смешать с фоном и так далее разное количество слоев разное количество градиентов можно действительно всякую классную штуку сделать к вопросу поддержки браузерами здесь какие-то просто дикие версии типа там третьего андроида уже это поддерживал ну и е понятно только с девятой версии на сафари с пятой пятая версия сафари еще на винде было то есть это было просто очень давно кстати да с сс-фильтры конечно в е вообще ни в каком не поддерживается а в эдже начиная только семьдесят девятого но и в любом случае все эти украшательства это всегда прогрессив enhancement то есть это грубо говоря только вот ну когда когда уже все готово все показывает для кого-то еще и красавки добавлено ну вот не очень-то и хотелось чтобы она везде поддерживать а так в общем вот такие две у нас зубодробухи чё скажешь про это кроме как про граффити я могу тебе сказать что грани градиент во-первых это охрененно красиво я просто смотрю и это как будто такое чувство это должен быть тренд вот как мы знаешь чтобы обсуждаем типа тренды 2020 параллакс параллакс да это параллакс последние 10 лет так только реально грани градиент мне кажется это реально очень круто выглядит и как я вижу это несложно сделать по поводу того что ты говорил что голографик типа типа голографичные эти можно легко сделать типа представишь при скролли не у тебя будет немножко меняться короче да да короче это круто очень круто выглядит супер круто вот серьезно я и просто блин мне кажется люди должны должны какие-нибудь apple сделать у себя весь сайт таки можно на ховер сделать кстати вот у криса койера в сайт баре рекламка ховерится можно было бы на ховер сделать чтобы такое было и чтобы еще за курсором следила и ты как будто фонариком освещаешь граффити объявления да потертенький короче прикольно придумано сам себя похвалил идем дальше следующая тема это конечно же наш патреон наш патреон то есть patreon.com слэш его бизайн это место где вы можете взять себе дополнительный контент например в плане нашего пришел то есть если вы хотите послушать нас еще больше и не только на айти темы но любую на любые темы мы там рассказываем пришел если у вас будет доступ к патреону к нашему а это буквально от одного доллара что там наши то это разве это за деньги все спрашивали как сделать один доллар типа ну ты же открываешь и там два вписано и нету пледжа на один можно и двоечку прям стереть вписать единичку и за один доллар попасть да но вы пишите сколько хотите да пишите не ограничивать из себя да что это один доллар есть еще годовалая подписка кстати годовасик да можно годовасиком нашим стать потому что туго серии у нас там много уже вот годовасиков поэтому попробуйте на patreon.com slash web design дополнительный контент дополнительное что то кто то кто то будет отсылать что может быть из нас какие-то футболки что то может быть я не знаю что будет но что в этот раз пришел мы обсуждали отпуска например да подумать подумайте над этим заходите нам очень приятно видеть что нас поддерживают люди не просто как-то ну помня знаешь так ну да вроде посмотрели там 500 просмотров на ютубе было из них моих 100 саня 200 раз открыл ну и 300 обычных да вот а тут видно видно что такой-то такой-то фамилия такой-то такой значит занес и приятно очень это круто благодаря не только благодаря вот лайкам на ютубе но и в том числе очень сильно благодаря подпискам на патреоне мы существуем собственно с вами вместе вот в этой реальности так мы уже бы вознеслись давно но бы там нас испарил просто если бы держались еще за счет вашего патреона нашего патреона да и вашего тоже из патреоновских новостей как раз начнем переходим плавно к таким же донатным новостям например про он ли фанс что там было сейчас я буду вспоминать как вы помните в начале подкаста я сказал что я нихрена не повторял а создатели он ли фанс передумали запрещать порно на площадке да у них были там прения и трения с большими крупными банками и даже как я понял системами типа виза и типа мастер-карт но это не точно я не помню но вообще конкретно бэнков нью-йорк мэлон метро банк короче какие-то очень крутые банки которые могут просто если они тебя запретят то ты просто денежки денежки не получишь ниоткуда и все и он ли фанс собственно сначала хотели вообще запретить порно соответственно а потом как-то вот так вот отряхнулись от этого капиталистического дерьма и сказали что нет 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 мы будем продолжать можно будет продолжать не знаю как они собираются договариваться опять же про бабло какие они пути нашли может быть они как-то будут на что они жить будут то но видимо что-то придумал я тебя хотел может быть нам вообще only fans даже название но только фанат правильно то есть мы же можем как бы вместо патреона но только фанатов в принципе можно но кстати я вот нашел здесь я выбрал хэштег only fans вдруг будет какая-то еще новее новость и одна есть о том что типа некоторые креаторы испугались даже хоть когда они сказали что типа все все таки будет они все равно испугались и сделали собственные сайты то есть типа что ну они побоялись остаться без стабильного дохода сделали собственные сайты на которых будут собирать уже типа все он лифан даже вот на вот только этих новостях там которые в течение там четырех дней произошли уже потерял некоторых креаторов типа да там наверное там он наверно инвестиции акции все потерял ты знаешь я согласен да да ну и короче говоря то есть вот вот такое вот и я не знаю нужно ли нам переходить мне кажется лучше на бусти перейти ну да мы нашего русского производителя поддерживаем согласен зачем нам только фанаты тем более там надо выдумывать за каждый пост брать какое-то количество денег будет делать только дорогие посты а дорогие посты на придумать что будет дорогого в них ну короче ну ладно это не затрат наш мозг пока зачем да наш мозг такое пока не переваривает нам лишь бы долларик занесли да и нормально хотя бы если каждый из тысячи просмотра занесет по доллару нам ну ладно 100 ты 200 я остальные уже как бы в своем буду изменится жизнь даже вот из той нашей жирной жизни с тобой это улучшится что говорить ну да если каждый не только не только на хлеб будет хватать но и на хлеб с маслом именно ладно давай следующую темку там еще кому-то хлеб с маслом следующая темка у кого хватило еще и на икру поверх этого это конечно тим кук но смешнее даже сам себе заголовок они боди этой новости заголовок звучит так тим кук заявил что автором утечек не место в apple это выяснилось благодаря утечке из apple когда видимо он ругал какого нибудь минчику который на самом деле какой-нибудь джон 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 джонсон надо было у него телефон отобрать он во время руга не сливал поди все это он в этот момент видимо включил снова какой-нибудь свой диктофон на apple устройстве конечно же и у него все слилось там в айклауд и с помощью айклауда он потом это все короче распространил и в натуре то есть он даже ругает то есть тим кук не может даже отругать людей чтобы не спалиться ну как это вот может быть я не понимаю надо было в подвалы за стенки отвести генеброви да он поди в том же баре где они теряют айфон и там ругал да я вижу как бы такой сухой знаешь видно тренированный человек не зря apple watch носит ну да походу он так круги активности закрывает кстати еще пришел у никита рассказывал какие у него циферблаты на apple watch ах да если кому то конечно да вот здесь давайте прямую цитату прочитаем от тима кука генерального директора apple я пишу сегодня потому что слышал от многих из вас что вы невероятно разочаровались увидев что содержание нашей встречи просочилась к журналистам а там наша встреча это как в этом в соус парке мужики лежат друг на друг я хочу чтобы вы знали я разделяю ваше разочарование общение в команде действительно важно но оно работает только в том случае если мы можем доверять друг другу что информация останется в apple team apple я хочу заверить вас что я хочу заверить вас что мы делаем все возможное чтобы отследить организаторов утечек в баре и видимо продолжать поставлять им прототипы айфонов с большей силой ну-ка давай первый комментарий посмотрим здесь залайканный ну как минимум постоянные сливы всего уже утомили и любили хоть какую-то радость от презентации тех же игр поэтому мир без утечек был бы чуточку приятнее мне чувак пишет а ему ответить господи какая радость для меня была когда в айфоне 13 поменяли место расположения камер такой приятный сюрприз захотелось аж купить новый телефон вот господи я ожидал что будет какой-то смешной комментарий а тут по делу топор я тоже согласен с ним что без сливов было бы интересно их все еще смотреть я в этот раз опять не смотрел и все из-за сливов знаешь некоторые сливы не подтверждаются вот мы с тобой ждали новый apple watch в корпусе квадратном да ахрена лысо минчику наврал ну и тем не менее ну короче блин короче мне согласен короче блин вы сами знаете про тизер и про трейлер все это что это как бы как надкусить а потом невкусно будет поэтому здесь то же самое желательно чтобы и хотя бы переговоры тима apple они с остальными участниками этого шоу адекватно вот раньше все мы ждали там четвертый айфон там 5 это просто мы молодые были а наши родители также не ждали но я утрирую или реально раньше интересно это было сейчас говно напишите в комментариях вообще в комментариях следующая темка это единый стандарт телефон значит ес ес это евросоюз как мы знаем представить законопроект об едином разъеме для зарядного устройства смартфонов и планшет и хрен бы с ними с другими телефонами но мы возвращаемся опять к apple у apple как вы знаете используется lightning для зарядки их устройств и lightning собственно немножко не дает постоянно использовать один шнур на всю семью если допустим у вас есть кто-то кто владеет там андроидами с тайп си соответственно разъемами то ты постоянно lightning вот если он тебя сломал надо lightning вот надо постоянно покупать а он еще стоит дохрена а китайский говно и короче ты такой думаешь какого хрена lightning этот я уже начал говорить как велосоком на третьей темке про apple уже начинаешь быть немножко это шире как бы бородать и причем это вторая темка проект но у меня уже третья я там вот короче говоря и в натуре lightning бесит немножко с другой стороны классно непонятно но меня больше бесит скорее то есть я бы хотел стандарт на самом деле было бы прикольно если бы не нужно было бы покупать дополнительные какие-то правда тогда давайте всех на lightning представим всех на тайп си то есть были же слухи что вроде как айфоны хотят на тайп си но что-то как-то это и вот теперь его комиссия по жесткому сказали все никаких больше загрязнений природы своими отдельными проводами никаких больше вот этих извращений у нас у всех тайп си вера комиссии у вас должно быть тоже тайп си не знаю как отнесся к этому тим apple пока они видимо не совещались по этому поводу как совещаются так сольют вот но как ты относишься вообще к этому разъему да нормально я отношусь к тайп си просто проблема в том что все равно нужно будет несколько тайп си тайп си для новых этих адаптеров которые там по 30 ватт по 20 ватт и юсб и юсб си так чтобы старые все кубики и прочее тоже работали вот конечно поменьше загрязнять будем но все равно будем подзагрязневывать и еще с этим ничего не поделать подзагрязневать придется но да было бы круто потому что например у меня дома не хватает адаптеров меня их 3 вот один для часов один для одного телефона а второй который мощный он для второго телефона и для power bank а если бы power bank был тоже с лайтнингом то я бы не перетыкивал из мощного адаптера провод то тайп си то лайтнинг я бы просто оставил тайп си и и телефон и power bank бы заряжала по очереди просто вытыкал бы только одну сторону а так приходится две вытыкать поэтому на самом деле я даже и не против я помню что apple отмазала что типа лайтнинг проще сделать водонепроницаемым но когда вокруг все остальные телефоны уже тоже водонепроницаемый но стайп си уже не так верится немножко да но лайтнинг выглядит немножко водонепроницаемая согласен они оба двухсторонние я не могу ни одного плюса причем лайтнинг он папа как бы а тайп си он мама понимаешь да тайп си это дырка а лайтнинг это штырь ну да вот может быть поэтому хотят маскулинные хотят провод оставить чтобы у них был походу тим apple то да из своих каких-то соображений ну в общем вот 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 ладно хорошо будем смотреть как будут развиваться события прогнуться под евро комиссию под российскую комиссию же прогнулись но согласны под евро комиссию прогнуться хотя теперь меркель ушла может и не прогнуться но посмотрим а куда нужно всего нас 26 сентября ушла с поста а кто пока никто еще там выборы туда-сюда так там анархия сейчас пока анархия там сейчас пока уже про право право правые поднимают голову и руку нифига себе вот это новость вот эта новость это следующая новость что еще нас ждет двадцать первом году на apple second fall event следующий второй ивент вот она третья тема про apple которую я ждал чтобы полностью превратиться велосокома давай да чё мы ждем нам представили 13 айфона седьмые часы и айпады что еще ждем еще ждем макбуки ждем 4 14 нашки и шестнашки макбук про новые без тачбара с кучей портов то есть sd карточку вернут hdmi именно hdmi 2 usb c и этот трех с половиной но наушники короче и ведут зарядку вернут магнитную а получается с этим они чё обосрались да раз они его больше нигде не втыкают с этим с баром то с этим да обосрались признали практически что-то говнина и не хотят они его больше а вот это место вот это место вернут f1 f2 escape наконец-то ну не только f1 f2 а там яркость плюс яркость минус ну вот это все функциональные клавиши так называемые нужна им такие да это будет кайф вообще все это будет кайф плюс будет мини лет экран это короче не о лет но супер классная же кашка потом сделают еще этот м1 xproc который еще круче м1 там 100 тысяч ядер 10 cpu ядер 8 из них супер производительные а два из них энергия эфишент короче когда не будет ничего никаких задач запущено будет только два ядра чуть чуть работать погоди когда то есть ты мне хочешь сказать что когда-то будет смысл купить мак мини следующий будет мак мини м1 x да но просто мак мини сейчас есть смысл купить он уже на м1 вышел и он охренительный а как там наверно цена то у него дохрена 90 кажется блин у просто раньше мак мини можно было типа знаешь урвать кал просто поставить и но он и был кал а сейчас снова давать как полком слэш ру простите мавай и design.ru слышь apple team вот да пора уже мак мини купить там зависимости от начинка конечно 90 это я большой говорю с пол с полтериком и с дишкой 256 за 75 можно взять ну вот 75 берем маленькую маленькую коробочку 8 гигов оперы то есть там если нажать выбрать и добавить все таки 16 гигов оперы это уже 95 сразу с 256 ну то есть как бы тебе сказать но можно не постесняться если ты войти работаешь для тебя это просто какие сущие копейки тогда лучше мэкбук потому что он 110 всего а там еще и экран охренительный а он там реально хорош вот чем опять мак мини в какую-то не ту нишу я не понимаю надо как то чтобы они вот но не хотят они его продать судя по всему или они кому-то продают вот кто его уже берет вильяноч например себе взял но потому что у него там какой-то супер asus мега монитор ему как бы ну насрать на макбучный монитор ну да поэтому с таким туда но да ты забежал вперед кроме макбуков pro с м1 x будет мак мини на м1 x ждут 3 airpods и что они будут тоже чуть-чуть поменьше как прошки вы я лично жду с поддержкой лосласа airpods и а то как-то негоже на шумоподавление насрать она меня бесит от него башка болит третий vr headset ждем только не apple glass а именно полноценный vr по окулусу выглядящий да это что-то согласен ждем это я громко сказал не ждем вот конечно еще мы ждем всякой хрень типа макбук air ipad air ipods pro iphone se большой аймак и mac pro но это все не в 21 в 22 или еще того позже по поводу когда будет ивент ну они тут опять рассуждают минчик вот там не минчик вот на самом деле просто сами макруморсыч рассуждают что скорее всего либо 13 октября либо 27 октября либо 30 октября либо уже в ноябре ну когда у нас подкаст еще не выйдет да 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 как раз в следующем подкасте можно будет уже по горячим следам по заплесневым следам я бы сказал уже будет прям сильно поздно вот подожди-ка 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 а никакие кризисы там вот есть какие-то слова что там ну что дороже там не дороже просто как бы сейчас вот железки вот так выпускать это первое время чумы я смотрю на них и это как бы топовая всякая железок сколько она будет стоить что это как это будет вообще сколько же он все будет стоить в баксах а то что у нас это наши уже проблемы понял ты 300 бакс то есть будет ну короче вот сейчас у нас весь вся apple техника стоит исходя из курса что доллар стоит 100 рублей ой а ну да вот да то есть ну будет что доллар 150 а в долларах также будет поэтому как бы не знаю нету слов кризис это ж макруморс у них нет кризисов макруморс ком а не ру согласен со каким кризисом ну ладно я тебя понял прикольно прикольно ну ждем новые железки как чтобы опять на них издалека там посмотреть когда ты кстати планируешь что-то из этого ну там облизываешься мэйби облизываюсь на макбук сильно облизываюсь прям облизываюсь возможно с этим с ну что далеко далеко идущее облизывание у меня далеко идущее лизание я бы даже сказал потому что конечно меня сейчас будет напрягать другие кредитные обязательства вскоре но но ты хочешь на м1x да хотелось бы да я хочу м1x без тачбара хочу естественно четырнышку и хочу чтобы ну порты все верну короче вот этот новый макбук это прям топ топа сильно жду а ты же кстати недавно пробовал какой-то макбук 16 когда она только вышла калкала что-то говоришь что да потому что есть беси зарядка который реально задел весь ноутбук улетел пополам сломался и все а тут опять магнитную вернут да и просто он тяжелый горячий говеный м м1 когда вышел они перестали греться и м1x я думаю не будет исключением ну ладно просто еврокомиссия это их поднажмет у них везде там скоро будут ото всех щелей торчать тайп си но тайп си у них торчат но макс сейф понимаешь он будет и быстрее заряжать больше ватт давать короче они не будут я думаю к ноутбукам это применять потому что ноутбуков то сейчас у всех производителей разная зарядка разные вот четырёк разного диаметра подожди а ее можно заряжать то есть прям ноутбук можно заряжать с нескольких портов то есть ты можешь макс сейвом вот этим а ему и может нету инфы трушной но кажется что все-таки только через макс сейф ну ладно но я знаю что например у тебя в буки можно заряжать и через usbc определенный какой-то один и через пауэр да можно можно но это хьюлит паккард что вы хотите вот да хорошо замечательно после хьюлит паккарда образовалась это промах хьюлит паккарду все это вылилось весь подкаст ради этого так и задумался ну вот такой вот у нас подкаст получился сегодня я честно скажу я уже после пришел был никакой а сейчас я никакой в квадрате конечно да я не могу сказать что мы здесь были какие-то дикие но в первый подкаст в сезоне диким сложно быть поэтому мы постарались быть мощными какими-то борзами мне кажется мы нормальные были я помню установку саня мы давно не выступали это наша новая программа надо нам показать чтобы сет-лист был составлен так что мы все еще могем кажется на я специально apple в конец подсунул как будто это нам орут на обидс на обидс apple да apple и мы такие ладно ходим еще снова берем гитары и про apple даем три темки согласен согласен потому что если бы ты вперед поставил это было бы ну похороны вот да подкаст был бы похороны наши бэнд кавер бэнд а так все классно я считаю хэтбэнгером этого фестиваля пишите в комментариях я даже колонку так это или нет женесовскую давай перейдем к обойке или нет давай перейдем к патронам все-таки хочется это вот со скрипом открыть так нет мы заставим банана напечатать всех на печать самых дорогих ладно patreon.com все равно со скрипом ну блин я бы так всех тогда назвал на чудовая давай меняем ладно все это меняем полностью правильно банан напишет здесь самых дорогих будет отдельная благодарность жирным шрифтом двоих остальных списком ладно спасибо всем чуваки сейчас вот на этом экране будет благодарность спасибо чуваки что подписываетесь все еще ждете все еще верите там может быть кто-то пересматривает старые выпуски не дай бог может быть кто-то что-то надеется на что кто-то ждет на не верит всем спасибо даже так ювеб дизайн мы чуть-чуть откопали себя из могилы зомби хоррор подкастов и выходим на новый уровень давай обойка обойка спалил себе естественно проспойлер но я и так догадался что ты будешь использовать обойку из дагестана вот хотя можно было бы сказать что абхазия но нет все таки больше дагестан и значит что мы здесь видим просто для тех кто не видит а слушает огромная гора такая серьезная с забором наверху внизу горы на водоем небольшой и в этом водоеме а может быть и большой мы здесь не видим здесь часть только его и на нем соответственно такая небольшая открытая кафешечка с со свернутыми зонтиками с некоторыми где-то кто-то покушал сразу на развернутом зонтике что здесь является нашим подкастом спросите вы меня я конечно скажу что забор все-таки на горе потому что забор на горе вот он похож на наш подкаст вот люди в кафешке кушают да а как бы вроде все красиво вот забор на горе вот бесит конкретно что здесь закрыли я не понимаю за ним и они пытаются понять что за ним закрыли а там темки за ним наши вот и там если подняться повыше там будет все видно все все будет вот вот забор это наш подкаст я считаю очень круто мне понравилась версия особенно учесть что я реально в дагестане видел такие заборы не понимал нахрена они вообще существуют но возможно это кадастровые инженеры именно размежевали участки огородили где чей так сказать и вот надо такое вместо того чтобы ставить столбики они все-таки но огородили забором и да я считаю наш подкаст это тот стол за которым вот поели но еще не убрали то есть как бы вроде уже с душком все стоит но еще как бы есть ощущение что зонтик не закрыт понимаешь я понимаю вот месяц назад я бы сказал что наш подкаст это вот один из этих четырех столиков справа где уже за свернуты зонтики но нет нет наш все-таки еще такой где зонтик открыт но уже все гости мне кажется даже тут знаешь там по любому же в дагестане можно хоть где курить в любых открытых помещениях конечно думаю да да я думаю еще еще даже теплится дымится в этом в пепельнице короче а курочь конечно конечно вот еще только вот доели еще знаешь не заветрилось следующий шаг наш подкаст это все-таки застолье крупное все сидят все улыбаются радуются и поедут еще в клуб какой-нибудь продолжать да я бы сказал какая-то такая абхазская я бы сказал свадьба потому что в абхазии свадьбы празднуются очень широко как мы знаем как кто-то знает если кто был в абхазии там все дома около них специальная территория перед домом личным ограждена для того чтобы проводить свадьбу то есть они так их любят что у них целый кусок территории под это выделен и вот мы когда-то выделим этот кусок территории под нашу свадьбу с саней и будем там проводить ее ну хотя бы раз в две недели минимум а лучше раз в неделю в старом режиме очень мы будем смотреть надеемся на все на это обязательно да тем более банан сейчас надроченный в тонусе он купил себе windows pc на маке работать было невозможно был бы у него на м1 x я думаю было бы возможно но пока было невозможно абсолютно теперь он прям готов тонусный банан поэтому мы заряжены будем пробовать будем всем спасибо все так сказать свободно давайте увидимся до следующего раза пока 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 а 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 Субтитры создавал DimaTorzok